День вооруженных сил Азербайджанской Республики Прекрасный день, светлый день, яркий день, замечательный день Очень много, безусловно, эпитетов И это все понятно Наша блистательная, доблестная, героическая армия Ведомая президентом Азербайджана, верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым Изгнала оккупантов с наших исконных территорий Изгнала с позором, бежали с позором оккупанты И мы благодарны нашим офицерам, солдатам Которые со счет своего героизма, самоотверженности Возвращали территориальную целостность Восстанавливали конституционный строй И суверенитет на всей территории Азербайджана Погибло много офицеров и солдат Но, как сказал президент Азербайджана И неоднократно подчеркивал Кровь шаидов не осталась неотмщенной И сегодня мы уверенно говорим, насколько едины народ и армия И насколько это единство помогло всем нам почувствовать себя народом-победителем И стороной-победителем Об этом мы поговорим сегодня с нашим уважаемым гостем Из Египта к нам подключился чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской республики В Арабской республике Египет Элхам Полухов Мы рады видеть вас Огромное спасибо, что нашли время сегодня в такой день быть с нами Добрый день, Таймур Малим Я присоединяюсь ко всем словам, которые вы сказали Я тоже поздравляю весь наш народ Нашу доблестную армию Наши вооруженные силы С этим прекрасным днем Точно так же, как и вы Я хочу сказать И в этот прекрасный день, конечно, очень приятно, что вы пригласили меня в свою студию поговорить об этом знаменательном дне Еще раз спасибо, Элхам Полухов Вот к вам первый вопрос Такой, что ведь на самом деле Единство, вот этот железный кулак, который объединил весь азербайджанский народ Вне места проживания, вне национальной, религиозной принадлежности Это то, что сделало то единство, которое и обеспечило победу азербайджанского народа На ваш взгляд, вот как вы сам, потому что вы человек, который затронули и тот период, очень тяжелый период И видели становление независимости И годы, когда общенациональный лидер Гейдар Алиф только-только возвратился в большую политику И строил вот по крупицам тот азербайджан и ту армию, которая и дала возможность нам все вздохнуть И с гордо поднятой головой сегодня чувствовать себя и видеть отношение другое к азербайджану Вот единство армии и народа в вашем понимании Вы знаете, наверное, это очень символично, что 2020 года было названо «железным кулаком», что символизирует единство Все пять пальцев, они не одинаковые, они разные Но сжатое вместе, это представляет из себя единство Это представляет из себя то, что отождествляет и отождествляло и будет отождествлять единство нашего народа Единство всех его, скажем так, этнического разнообразия, госструктур, единение армии и государственных структур Единение армии и народа, доверие и любовь к своей армии Вот это все объединилось вот в этом коротком, маленьком лозунге «железный кулак» И поэтому сегодня мы с гордостью живем, с гордостью, скажем так, видим на этот символ нашей победы И который позволяет нам быть уверенным в нашем завтрашнем мире Да, конечно, мы пережили очень тяжелые времена И вы, и я видели тяжелый конец 80-х, начало 90-х Мы видели все те моменты, которые не позволяли нам оставшуюся, скажем так, часть жизни прожить с высоко поднятой головой И слава Богу, что мы точно так же увидели 2020 год, 2023 год И после этого мы можем только с гордостью и с радостью говорить о том, что мы именно тот народ Который смог под руководством Верховного Главнокомандующего Президента нашей страны Выполнить ту миссию, которая несет в себе любой народ Это суверенитет, это территориальная целостность К сожалению, к огромному сожалению, на сегодняшний день Все больше и больше стран не могут говорить о этой, скажем так С гордостью не могут говорить о том, что они могут говорить о своей территориальной целостности О своем суверенитете Но мы, наверное, в 21 веке первая страна, которая смогла на карте мира Еще раз обозначить верховенство международного права И восторжествование международного права Ну вот, вы обратили внимание на важнейший момент международного права Мы сегодня видим, насколько оно попирается Причем оно попирается теми государствами Которые, в общем-то, когда-то это международное право и пробивали А сейчас получается, что именно вот эти страны Ну не будем называть, прекрасно понятно, о чем, о ком идет речь Нарушают его И вот действия азербайджанской армии И вообще сам подход нашего государства К понятию восстановления исторической справедливости Это же пример Это действительно пример для очень многих Но что интересно, если мы видим, насколько этот пример Он является именно примером, скажем, для стран-членов движения неприсоединения Для центроазиатских государств Для стран, ну, как принято сейчас говорить, глобального юга Другие, наоборот, вот к тем действиям, которые предпринял Азербайджан А ведь Азербайджан воевал только на поле боя Несмотря на то, что фактически оккупанты и армянская армия Они же действовали против мирного безоружного населения На ваш взгляд, все же, вот с чем это связано Что не дается реальная политическая оценка И не давалось вот этой 30-летней оккупации И в то же время пытаются нивелировать эти успехи Да, безуспешно, но попытки есть Да, вы совершенно верно отметили Что, к сожалению, на сегодняшний день мы видим Попытки нивелировать торжество международного права Торжество и верховенство международного права Которым присоединились большинство стран мира Под эгидой ООН И в этом случае Азербайджан всего лишь выполнил резолюции ООН Четыре резолюции ООН, которые были приняты Советы безопасности в 1993 году И точно так же мы осуществили наше право На восстановление суверенитета и территориальной целостности страны Которые также включены в устав ООН И Азербайджан все это время Во время всех этих переговоров Всегда подчеркивал, что, к сожалению, существует принцип двойных стандартов Об этом говорилось и до 2020 года, и после 2020 года И, к сожалению, огромным сожалению, мы вынуждены опять констатировать Что эти двойные стандарты существуют И иногда они начинают принимать уже достаточно откровенные формы Когда некоторые страны начинают выступать Искажая, абсолютно искажая принципы и основы международного права Которые были заложены после Второй мировой войны Которые были все-таки зафиксированы Даже период холодной войны И сегодня мы своими поступательными действиями показываем мировому сообществу Что можно и реально следовать международному праву Не нарушая его, но в то же время Используя все возможности, которые она в себя включает Для сохранения и восстановления территориальной целостности И в этом разрезе, конечно, наша доблестная армия под руководством Нашего верховного главнокомандующего Еще раз продемонстрировала, что это возможно сделать И это возможно сделать, не нарушая международные правы И причем сейчас очень часто мы видим Когда речь идет об исторической справедливости Восстановлении Мы это видим И когда страны пытаются избавиться от колониального гнета И когда государства пытаются добиться исторической справедливости С точки зрения восстановления территориальной целостности Они на самом деле берут пример Азербайджана И здесь хотелось бы ваше мнение Уже как именно по вашей, если можно так выразиться, служебной деятельности Победа в Карабахской войне Вторая Карабахская война Она же совершенно по-новому продемонстрировала уровень Азербайджана В политике, в экономике, в дипломатии Естественно, на военной стезе Следующая антитеррористическая операция локального характера Она также продемонстрировала уникальность азербайджанской армии И как вы это все, вот эта вот психология, новая психология Психология азербайджанского народа, народа-победителя Азербайджанского государства, государства-победителя Как вы это испытали на себе с точки зрения отношения к вам, к Азербайджану за рубежом? Конечно же, естественно, отношение к Азербайджану кардинально изменилось После этого 2020 года Но я должен отметить, что еще до 2020 года поступательные действия И мудрая политика нашего президента Приводила к тому, что все больше и больше стран в мире Народов в мире осознавали, что Азербайджан требует именно справедливости Именно исторической справедливости Которая не выходит за рамки каких-то международного права И не опирается на какие-то легенды На какие-то вымышленные истории Которыми оперируют иногда некоторые страны Или же некоторые, скажем так, государства Обоснуло свои территориальные претензии И с этой точки зрения, конечно же, пример Азербайджана Как развивающейся страны Как страны, которая заняла свое бедирующее место в мировой политике Не будем забывать, что именно в период нашего членства Или когда возглавляли движение присоединения Происходили вот эти все основные события Начиная от борьбы с ковидом И заканчивая Карабахской войной Второй Карабахской войной Именно в этот период Азербайджан сумел продемонстрировать Что он использует все возможности, которые существуют Но в то же время он предоставляет возможности для других Понять, почему мы так действуем И дает пример, как можно действовать в таких условиях Опираясь на принцип справедливости Это очевидно И все это отмечают И это видно на результатах, скажем так И Второй Карабахской войны И специальной антитеррористической операции Что Азербайджан, именно используя свой профессионализм Своей армии Сумел выполнить эти задачи Не наносил урон гражданскому населению Для нас, дипломатов, это априори Это основа основ И в этом смысле Эти действия Азербайджана с применением вооруженных сил Ивелись примером того, как можно действовать в таких сложных условиях Не надо забывать, что так называемая линия Алганяна И остальные оборонительные сооружения на оккупированных территориях Создавались и укреплялись больше 30 лет Как можно в этих условиях действовать, чтобы это не затронуло гражданское население И не привело никаким практически потерям При уровне интенсивности боевых действий Мы говорим о 44-дневной войне Но 44-дневная война по своей интенсивности В некоторых публикациях, некоторых аналитиков Она по своей интенсивности Использование вооружений Использование вооруженных сил Наверное, является одной из самых Скажем так Интенсивных За такой короткий промежуток времени И при этом, при всем Мы говорим о том, что гражданское население не пострадало в этих условиях К сожалению, нельзя говорить о том, что противоположная сторона Так не поступала по отношению к нам Бомбардировки Ген-Джи, Барди и других наших территорий Показывало, что именно противоположная сторона Действовала в этих условиях антигуманно Но Азербайджан действовал в рамках гуманитарных законов Соблюдая их полностью Это и есть показатель, безусловно Особенно на фоне того, что, как мы видим Сейчас протекают события в мире в целом Когда разрушение и смерть безвинных Уже становятся чуть ли не таким обыденным делом И все время президент Азербайджан Аль-Хам Алиев Говорил в дни Второй Карабахской войны Что мы будем побеждать на поле боя И мы докажем свою силу Потому что мы не воюем с мирным населением И здесь вот вы упомянули о профессионализме Азербайджанской армии Действительно, это не может не вызывать восхищение И сейчас уже во многих учебниках Даже если кто и не афиширует, но информация поступает Уже во многих учебниках изучаются вот эти операции И фактически ведь действительно этот профессионализм Он же возник за несколько десятилетий И здесь нельзя, наверное, не вспомнить Что общенациональный лидер Гейдар Алиев Еще в советское время пытался действовать Именно в этом направлении Мы же помним школу Нахчеванского И те шаги, которые уже предпринимал Гейдар Алиев Начиная с июня 1993 года Что касалось возрождения, развития азербайджанской армии И что уже продолжил Ильхам Алиев Фактически вот здесь налицо преемственность Которая привела и к профессионализму И к мудрости И к этому самому единству Взаимопониманию внутри общества Совершенно верно Вы и я являемся свидетелями 90-х годов Когда наша армия становилась Когда наша армия формировалась Именно под руководством Нашего общенационального лидера Гейдара Алиева Этот процесс обрел свою окончательную форму Не будем забывать, что даже перемирие 94-го года Было достигнуто в результате Контрнаступательных действий нашей армии Когда были освобождены ряд сел Изулейского района, Городис И это заставило армян пойти на подписание Скажем так, бешкетского протокола И после этого, когда мы получили определенную передышку Именно гений Гейдара Алиева позволил нам восстановить экономику Восстановить страну Привести ее в состояние, когда она сможет работать в дальнейшем На укрепление своей армии Но при этом не забывая о благосостоянии нашего государства О его международном имидже О его месте на международной сцене И с этой точки зрения, конечно же Победа 2020 года Победы 2020 года Мы, конечно же, обязаны Именно той политике, которая заложила основу нашего государства Именно те направления, которые заложил Гейдар Алиев Позволили нам сформироваться Позволили нам не только стать на ноги Но и продемонстрировать всему миру Что мы в состоянии выполнять те обещания Которые мы дали не только в сфере, скажем так Международных отношений Но и обещания, которые были даны По восстановлению территориальной целостности и суверенитета И, конечно же, в этом вопросе Армия, наша доблестная армия Сыграла свою главенствующую, ведущую роль Под руководством главнокомандующего Верховного главнокомандующего Для нас, для дипломатов За столом переговоров Всегда очень важно Разговаривая Конечно же, мы не говорим с позицией силы Мы не бряцаем оружием Потому что мы дипломаты Но мы всегда знаем Что наши слова опираются на последовательную политику Руководства нашей страны Который также дает нам директивы Опираясь именно на сильную армию И с этой точки зрения, конечно же, мы сегодня Испытываем большой комфорт Во время переговоров, во время встреч Закулисно мы постоянно слышим поздравления От наших друзей с этой окончательной победой С завершением этого конфликта Мы слышим высокие оценки профессионализма Действий нашей армии Мы слышим высокую оценку мудрости О политике, которую проводил Гейдар Алиев И его последователь Амалиев Президент Амалиев И все это дает, опять-таки, нам возможность Сегодня, сидя за столом переговоров Уже разговаривать не с позицией опросителей А именно с позицией страны Которая продемонстрировала Как можно действовать в таких трудных условиях Как можно действовать в ситуации затяжного конфликта Но при этом, при всем Оставаясь ответственным членом международных отношений Оставаясь гуманными Оставаясь и подемонстрировав всему миру Что мы можем это сделать И другие страны тоже могут изучать наш опыт Конечно же, я не военный Но, естественно, краткосрочность Скоротечность вот этого конфликта И, скажем так, профессионализм нашей армии Который позволил закрыть этот долгоиграющий конфликт Является примером для многих стран Для многих военных академий и учреждений Почему? Потому что мы сегодня видим Что практически все конфликты являются затяжными Практически все конфликты Именно в своей военной фазе Перетекают в затяжную форму И от этого, естественно, страдают Многие и гражданские, и международные отношения Экономика, и международная геополитика И в этом и заключается гений нашего главнокомандующего Верховного главнокомандующего Что он выбрал нужное время И нужный момент Чтобы завершить этот конфликт В короткие сроки А не перевести его в состояние Долгоиграющего и затяжного, скажем так, конфликта Но ведь на самом деле На что вы обратили внимание Не решаются сейчас Конфликты не решаются Даже не важно, военные Или гуманитарные Или какие-то связанные с продовольственной безопасностью Вот мы видим, что только нагнетается ситуация Или озвучивают эти международные структуры Не решаются Азербайджан, опять-таки, мы говорим здесь в примере И вот то, что наша доблестная армия С точки зрения профессионализма И сама политика государства Ну, наверное, здесь все же Можно даже шире взглянуть на эту ситуацию Ведь для того, чтобы армия Какая бы сильная она ни была И профессионально подготовленная Побеждала Здесь должна быть еще и атмосфера В целом атмосфера в государстве Соответствовать вот этой ситуации То есть идеологическая канва И мы видим, видели и видим И чувствуем вот этот патриотизм Который объединил весь народ И проявился в лице нашей доблестной армии Вот это патриотизм Вот это вот идеологическая канва Ведь многие не видели даже Карабах фактически И они шли и чувствовали Это моя земля Они это знали, понимали И верили верховному главнокомандующему И общенациональному лидеру Которые во всех своих выступлениях Говорили, что мы вернемся И мы достигнем исторической справедливости То есть, на ваш взгляд, вот Армия и идеология Патриотизм Вот это вот единство Без него, без этой атмосферы Когда все мыслят в одном направлении И армия чувствует поддержку И государства, и народа И тогда вот этот профессионализм Он начинает действовать Уже совершенно с новыми силами Вот на ваш взгляд Вот эта идеология Армия и патриотизм Плюс то, о чем сейчас Говорит президент Азербайджана Ильхам Алиф Молодое поколение Должно воспитываться Именно на этом Ну, вы знаете Совершенно верно Та же 44-дневная война Продемонстрировала Тот высокий дух И патриотизм Который присутствовал И у наших военных И у всего населения Когда вся страна Взжалась в железный кулак И действовала Как один Единый механизм Это же Достоверный факт Который признал Даже армянского руководства Что в течение 44-дневной войны Было больше, чем 10 тысяч дезертиров С армянской стороны В то время Как господин президент Неоднократно отмечал Что не было Ни одного дезертира И перед военкоматами Стояли очереди Когда люди рвались На войну Люди рвались на фронт Чтобы отстоять Вернуть свои земли Это все Не происходит просто так Это все Естественно Основывается На той Кропотливой работе На той выверенной линии Как внутриполитической Так и внешнеполитической Жизни страны Которая объединяет Все население Мы точно так же Мы можем отметить Что в течение 44-дневной войны Как минимум На публичном уровне Не звучали Резкие Замечания В отношении Азербайджана Не звучали Резкие Скажем так Не происходили Резкие действия И это все Было результатом Именно продуманной Внешней политике Господин президент Который подготовил Почву Как внутри страны Так и за ее пределами Это очень немаловажный факт Потому что Внешнеполитическое давление На сегодняшний день Оно играет свою роль Во многих случаях Те же Двойные стандарты Которые демонстрировались В отношении к нам И иногда даже Продолжают демонстрироваться Они тоже играли свою роль Но вместе с тем Мы видели Консолидированное понимание Правильности действия Азербайджана Правильности Правомерности Действия Азербайджана В период 44-го дневной войны Почему? Потому что Я еще раз повторяюсь Это была Освободительная война Которая происходила Исключительно На территории Азербайджана Которая происходила Исключительно Сильно В рамках Международного права Международного Гуманитарного права И в этом случае Невозможно было Объединить Азербайджан В каких-либо Действиях Которые выходили За рамки Скажем так Как Международного права Так и человеческого Понимания Того Что мы делаем Патриотизм О котором вы говорите Он воспитывается Он не приходит Сам по себе И для этого Нужна кропотливая работа Как вы правильно Отметили Многие ребята Которые Пошли на фронт Воевали Они никогда В жизни Не видели Карабах Но это же Не означает Что те Кто пошли Туда воевать Они были Только выходцы Оттуда Это был Весь Азербайджан Многонациональный Азербайджан Который Своей Многонациональной Структурой Показал Как можно Любить Родину И как можно Идти на Скажем так Самой большой Своей жизни То есть Дорвать Свою жизнь Для защиты Своей страны На самом деле Можно декларировать Действительно Можно декларировать Что мы видим Из уст Глав Других государств Декларировать Независимые С наличи Суверенитета Патриотизма Но в реалии Когда дело Касается Конкретики Мы видим Слабину У этих государств То есть Мы не видим Вот этой Вот Идеологической Мозговой Физической То есть Психологической Вот этой Атмосферы Которая позволяет Государству И народу Побеждать Но здесь Вот Вы знаете Сейчас вспоминается Наверное Те кто нас слушают Прекрасно знают Зори Балаян Один из врагов Тюркского мира Турецкого Азербайджанского Народа В который Всю свою жизнь Пропагандировал Фактически Антиазербайджанизм И вот Его сын В 2020 году Хирург Он был в шуше И уже После того Как Азербайджанская Армия Одержала Блистательную победу Он давал Интервью Московскому Комсомольцу Насколько я помню И там Может быть Вне зависимости От себя Вне зависимости От желания Своего Он признал Уникальность Азербайджанской Армии Он говорит Что То что я видел Вот примерно По смыслу Звучало так Что то что я видел Показалось Что азербайджанцы Шли На шусу Говорит И несмотря На работу Нашей артиллерии Как он выразился И несмотря На то что Гибли люди Становились Новые Новые люди И в конце концов Он дает Понять Что Азербайджан Достиг Своей цели Азербайджанские Офицеры Солдаты Достигли Своей цели И жемчужина Азербайджана Была освобождена То есть Это признает Сын Зори Балаяна И на самом деле Ведь Шушинская Операция На что все время Обращает внимание Глава государства Это вообще Нечто уникальное То есть Фактически В условиях Да и Технологического Прорыва И наличия Мощнейшей техники У азербайджанской Азербайджанской Армии Здесь были И рукопашные Бои То есть Фактически Скалы Которые брали Вот буквально Руками Пробирались Вот это Люди Которые жертвовали С собой И совершенно Новую страницу В военном искусстве Открыли Для мира Вот Наверняка Эта Уникальность Она тоже возникла Не просто так Это и тот же Патриотизм Это и тот же Профессионализм И вера Доверие Тому Что за тобой Стоит государство И ты На пути К реализации Идеи Восстановления Исторической Справедливости То есть Опять-таки Вот Все это Вкупе И привело Вот к этому Опять-таки Шуша Это же сердце Это Жизнь Азербайджанского Народа И не случайно Как раз После Шушинской Операции Президент Страны Пошел На могилу К общенациональному Лидеру Вот ваши Воспоминания Об этом дне Если можно Вы знаете Вы отметили Скажем так Историю Начало Вот этого Конфликта Упомянув Зори Балаяна Можно Упомянуть И Сильва Как Гутикиан И многих Других Которые Именно Старались Сформировать Идею Мияцума Обосновать Ее Преподнести Ее Как Справедливую Позицию Скажем так Как раз Мы всегда В таких Случаах Вспоминаем Как Президент Азербайджан Говорит Мияцума Китабы Багланды Йохты Хмдабы Минск Группонда Багланды Дерев Вот это все Это же все Было подготовлено Это все Было Скажем так Проведена Большая работа Со стороны Армянской Диаспоры Политических Лидеров Армении Того времени Для того Чтобы Обосновать И преподнести Всему миру Скажем так Так называемую Справедливую Позицию Армянской Стороны Но Они Встретились И они Увидели Вышли Лицом К лицу Именно С консолидированной Политикой Азербайджана Именно С мудростью Его руководства Которое Смогло Переломить Вот эту Информационную Блокаду Которая Существовала В 90-х Смогла Довести До всего Мира Зверства Которые Осуществлялись Армянами В период Окупации Нашей территории Фоджалинскую Трагедию Справедливость Фоджалы Это Движение Которое На сегодняшний день Охватило Весь мир Об этом Говорят Это признали Большинство Ряд стран Практически На всех Континентах Мира За исключение Наверное Австралии Потому что Австралия Это все-таки Страна Континент Об этом Говорили Говорят И будут Говорить И с этой Точки Зрения Память Народа История Всего Этого Происходящего Конечно Активными Поступательными Действиями Демонстрирует Всему миру Что Мы Не только Думали Все это Время О возвращении Наших земель Конечно же Мы об этом Думали Это была Основа Нашей внешней Политики В этом случае И внутренней И внешней Политики Но мы Также думали О роли Азербайджана Вместе Вместе Азербайджан И поэтому Не случайно Азербайджан Был выбран Местом Проведения Коп-29 Который Инишала Будет В ноябре Этого года В нашей стране И это Демонстрирует Доверие К нашей стране Это демонстрирует Именно Понимание Мирового Сообщества О том Что Азербайджан Решил Вопрос Именно С той точки Зрения Что он Не нарушил Ничего Он решил Вопрос Который Давлял Над этой Независимой Страной Буквально С первых Дней Ее создания С первых Дней Провозглашения Восстановления Нашего Суверенитета И Коп-29 Коп-29 Вообще Сам по себе Как мероприятие Но Самое большое Мероприятие Ол Которое Собирает Десятки Тысяч Людей Последний Раз В Дубае Это мероприятие Привлекло Около 100 тысяч Людей В Азербайджане Ожидается Огромное количество Людей И Поступательные Действия На внешнеполитическом Фронте Позволяет нам Надеяться И говорить о том Что доверие К нашей стране После конфликта После окончания Этого конфликта Выросло Даже больше Чем оно было До этого Потому что Наше председательство В движении Присоединения И предыдущие Мероприятия Которые Проходили В Азербайджане Как в спортивной Так и культурной Области Шаг за шагом Утверждало Нашу страну На мировой арене Как стабильного Партнера Которому Можем доверять И который Никогда В жизни Не поступает В разрез Международному Праву И своим принципам Которым мы Всегда декларировали И продолжаем Декларировать Но вот Эту вот Линию Которую Вы провели Фактически К сегодняшнему Дню И здесь Опять Нельзя Не высказать Слова Восхищения В адрес Нашей Уникальной Действительно Уникальной Армии Которая Денно Ночно И Солдаты Офицеры Это Люди Которые За счет Своей Самоотверженности Героизма И сегодня Стоят На страже Территориальной Целостности Суверенитета Независимости Страны И Вот Благодаря Этому Благодаря Тому Что вот Настолько Мировая История В прямом Смысе Слово Повернулась После Победы Азербайджана В 44-дневной Войны И окончательного Восстановления Конституционного Строя Суверенитета На всей территории Страны Вот это Внесло Эти изменения И Азербайджан Сегодня Воспринимается Как вот Вы даже Говорите И на международных Форумах И на двусторонних Переговорах По-другому Действительно Как страна Победитель Государство Победитель Народ Победитель И вот Эти форумы Которые проводятся И тот же Бакинский Гуманитарный Форум И то Что сейчас Мы видим Уже На освобожденных От оккупации Территорий Проводятся Мощнейшие Международные Форумы Заработали Аэропорты Откуда уже Главы Государств Едут К себе Народину После официальных И государственных Визитов Это же Показатель Силы Государства И показатель Его перспектив То есть Доблестная Азербайджанская Армия Она Своими Действиями Ведомая Верховным Главнокомандующим Президентом Страны И привела К такому Состоянию Дел Для всего Государства Ну и Наверное Последний вопрос В передаче Подходит к концу Вот Сейчас Хотелось бы Опять-таки Возвращаясь К уникальности Нашей армии Отметить Что Президент Азербайджана Альхам Алиев В одном Из своих Выступлений Подчеркнул Что Окупанты Армянские И их Так называемые Герои Как он сказал Вот именно Герои В кавычках Они могут воевать Только с безоружным Населением И они это Продемонстрировали И вы знаете Даже если Сделать Эту ретроспективу В 1905 год В 1918 Год Мартовскую резню Азербайджанского Населения То есть Фактически Только Война С безоружным Населением Оказалась Вот таким Лейтмотивом Действия Так называемой Армянской Армии Мы боюем На поле боя Мы доказываем Свою силу На поле боя И наверное Вот на этой ноте Еще раз Хотелось бы Завершить Послушать вас Завершить Передачу Ваш взгляд Именно на Азербайджанскую Армию С позиции Сегодняшнего дня Сегодняшних Успехов Азербайджанам Не могу С вами Не согласиться Тэмэмэлэм И в этом смысле Доблесть Нашей армии Храбрость Нашей армии Профессионализм Нашей армии Он Именно Дух Нашей армии Он Конечно же И является Основным Критерием Победы На поле боя Потому что Не будем забывать Что армянскую сторону Вооружали И продолжают Вооружать Продолжает К сожалению Милитаризацию Региона Ряд стран И в этом вопросе Сегодня Готовность Продолжение Готовности Нашей армии И ее профессионализм Именно является Гарантом Того Что В регионе Не могут Произойти Какие-то события Которые выйдут За рамки Скажем так Международного Права За рамки Скажем так В разрез Международного Права И в нарушение Международного Права Именно Сильная Армия Профессиональная Армия И ее Высокий Профессионализм Ее Дул Патриотизм Который Присутствует В сердцах Людей Является Залогом И гарантом Того Что Завтра Мы можем Жить Под мирным Небом Бессильный Бессильный Боеспособный И профессиональный Армия Азербайджан Не может Себя чувствовать Спокойно В этом регионе С таким соседом Который Окончательно Не может Понять И осознать И переварить Реальность событий И в этом разрезе Естественно Мы склоняем Еще раз Я склоняю Свою голову Перед памятью Шахидов Перед Желаем Скорейшего Воздоровления Нашим Гази И Конечно же Мудрая политика Которая проводится Главой государства Дает нам Не только надежду Но уверенность В том что Азербайджан Выйдет На более Широкие Просторы Еще вот Хотелось бы Вашего взгляда Вы говорите О современной Ситуации Но мы видим Что Нашпиговывается Фактически Армения В очередной раз Оружие Буквально Нашпиговывается Идут И призывы Чтобы там Размещать Очередные Так называемые Миротворческие Миссии Хотя и Гражданские Миссии Там уже Существует Но Неужели Не понимают Наши Географические Соседи Силу Азербайджана Как государству Силу Азербайджанской Армии Неужели Они Не хотят Учиться На своих Ошибках Вы знаете Вот это И является Демонстрацией Незрелости Скажем так Политического Руководства Армении Людей Которые Стоят Во главе Этого Государства В сравнении С Нашим Политическим Руководством В сравнении С нашим Верховным Главнокомандующим Господином Президентом Когда Азербайджан Открыто Четко Декларирует Свои позиции Практически По всем вопросам Международной Скажем так Адженды И внутренней Адженды А армянское Руководство Оно кидается Из крайности В крайности В разные Метания Тем самым Вселяя неуверенность Не только В свое население Но даже В окружающие Страны И это Демонстрирует То что Армения К сожалению Руководство Армении К сожалению Оно не является Независимым И Тем именно Политическим Политической элитой Которая думает О своем народе Там больше Наверное Сконцентрировано Все таки На себе На своей власти И для того Чтобы они Осознавали Что вот эти Хаотические движения Не приведут Ни к чему хорошему Наша армия Продолжает Развитие Своего профессионализма Повышение Своих профессиональных Навыков Знаний Вооружений Мы можем Закупать Любую технику И точно так же Любая страна В мире Может закупать Любую Самую совершенную Технику Но Этой технику Управляют Люди Этой технику Управляют Люди Которые Знают Почему они Ею управляют И как они Будут управлять И для чего Они будут управлять А когда Этой уверенности Нету Конечно же Ничего позитивного Не произойдет Тот же Премьер-министр Армении Сам Недавно Заявлял О том Что в Карабахе Осталось Вооружение На миллиарды И это Показывает То что Это вооружение Было Это не было Ситуации Когда Стоящие Там Армянские Вооруженные Силы Были Безоружные Или Были Необеспечены Этими Новейшими Орудиями И до сих пор Мы продолжаем Находить Там Но Параллельно С этим Они продолжали Минировать Территории Которые И эта проблема Остается С нами И эту проблему Решаем мы И эту проблему Мы должны решить Почему Потому что Проблема Заминированных Территорий К сожалению Замедляет Скорейшее Восстановление Карабаха Оттуда Вылетает Глава Государств Сейчас Могли бы Там За эти Три года Быть Цветущие Сады И города Но Мы должны Последовательно Медленно Шаг за Шагом Очищать Эту Территорию От этих Шрамов Иран Войны Чтобы Там Опять Воссоздалась Жизнь Спасибо Большое Спасибо За очень Интересный Взгляд За очень Интересный Подход И Мы Вспомнили Сегодня И историю Мы Сегодня И обратили Внимание И на Экономику И на Политику Ну и Естественно Сегодня Такой день Когда Мы Говорим О нашей Доблестной Армии Ведомой Верховным Главнокомандующим Президентом Страны Ильхам Алиевым Напоминаем Что С нами Сегодня Был Чрезвычайный Полномочный Посол Азербайджанской Республики В Арабской Республике Египет Элхан Полухов И Мы Рассматривали Ряд Вопросов Связанных С Сегодняшним Днем Сегодняшней Датой Уникальная Дата День Вооруженных Сил Азербайджанской Республики Так как Проявила себя Азербайджанская Армия Наверное Вот Последние Даже Десятилетия Или Вот Даже То Что Сейчас Мы Видим Ничего Схожего Ничего Похожего Мы Не Видим Погибло Офицеры И Солдаты Аллах Рахмат И Как Говорил Президент Азербайджана Ильхам Алиев Их Кровь Не Осталась Не Отмщенной И Мы Сегодня Желаем Здоровья Нашим Солдатам Офицерам Которые За счет Своего Труда За счет Своей Самоотверженности Героизма Продолжают Обеспечивать Территориальную Целостность Азербайджанской Республики Дай Бог Здоровья Оставайтесь Сибиси Следите за Аспектами Иностранных Дел Будьте в курсе Всех Важнейших Вопросов Современности Спасибо За внимание Редактор субтитров Корректор А.Егорова